МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газ или кокс? Чем будет топить город Нижнекамская ТЭЦ? Трое погибли, 16 пострадали. Какова основная причина пожаров в Нижнекамске? Поменяло шило на мыло. Куда обращаться, если покупка оказалась браком? Отдали дань уважения. В Нижнекамске отметили День Героев Отечества. На кону престижная награда. 10 команд КВН сразились за Кубок Главы. Борьба на поясах. Более 200 спортсменов приехали в Нижнекамск для участия в турнире памяти. Об этом не только. Прямо сейчас это новости на телеканале НТР. В студии Эльвира Софиулина. Здравствуйте. Переход Нижнекамской ТЭЦ на альтернативный вид топлива «Нефтяной кокс» стал предметом жарких споров работников предприятия и горожан. Первые уверяют, топливо абсолютно безопасно для использования. Последние же предполагают, что продукт может нанести серьезный вред экологии. Мнение обе стороны высказали на общественных слушаниях. Подробности в следующем материале. В зале ни одного свободного места десятки горожан пришли на общественные слушания. Тема обсуждения – частичный переход Нижнекамской ТЭЦ на новый вид топлива с газа на нефтяной кокс, производимый на комплексе Тонека. Применение многоступенчатых газоочистных установок с высокой степенью очистки дымовых газов, а также отсутствие сброса химически загрязненных сточных вод от технологического процесса делают сжигание нефтяного кокса привлекательным с точки зрения минимального негативного воздействия на объекты окружающей среды. По плану, после модернизации дымовые газы не будут выбрасываться в атмосферу, а отправятся на переработку. В результате содержание оксидов азота снизится с 900 до 200 мг на кубический метр. Следующий этап – устранение задымленности после очистки газов от оксидов серы. Нижнекамская ТЭЦ одной из основных целей реконструкции своих котлов поставила использование нефтяного кокса для получения теплоэлектроэнергии при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. Встреча проходила в формате диалога. Несмотря на весомые аргументы и доводы сотрудников предприятия, нижнекамцы голосовать за реконструкцию не спешат. Все опасаются одного – ухудшения экологической ситуации и, как следствие, развития заболеваний у жителей города. Слушаю, я вас скажу, что у вас очень заманчивая, очень интересное предлагаете, но желательно вам это экспериментировать в другом городе. В нашем городе уже достаточно. Онкология в Казани только одни нижнекамцы. Еще дополнительные хотите провести? Достаточно. Давайте поехали в другом месте и потом к нам. Не будет никакого дополнительного вредного влияния на жителей Нижнекамска. Не будет. И получается, вот эти граммы, которые миллиграммы озвучивались, когда они попадают в воздух, они просто-напросто не доходят до города в том виде, который может вызвать рак, который может вызвать головной бород, который может вызвать какие-то заболевания. Участие в диалоге приняли не только горожане, но и депутаты, исполнительный комитет города и главный санитарный врач Нижнекамска. Мнение последнего ждали особенно. По его словам, в первую очередь предприятие обязано разработать план мероприятий по уменьшению выбросов серы и диоксида азота. В лаборатории Центра гигиенной эпидемиологии в том числе фиксируются вот эти все вещи и в городе, и в близлежащих населенных местах. Считаю таким образом, значит, пока нам не будет гарантировано сокращение на эту величину хотя бы как минимум по этим веществам, а еще если учитывать группу суммаций, вот разработчик знает, что это такое, принимать в эксплуатацию и строить в таком виде эти узлы и агрикады нельзя. Сейчас Нижнекамская ТЭЦ работает по технологиям, разработанным несколько десятилетий назад, то есть простыми словами, по устаревшим. Специалисты научно-производственной компании, которая занималась оценкой воздействия проекта на окружающую среду, уверяют, использование нефтяного кокса как топливо, а также внедрение передовых технологий положительно скажется на экологии региона. Пока проект лишь в разработке. Его реализация начнется только в случае успешного прохождения государственной экспертизы в Федеральном автономном учреждении глав госэкспертизы России. Все недовольства по вопросам охраны окружающей среды нижнекамцы смогут напрямую высказать министру экологии республики. Фарид Абдулганеев выслушает жителей Нижнекамска посредством видеоконференции. Онлайн-прием состоится завтра, 12 декабря, в Закамском территориальном управлении по адресу Красный Ключ, улица Набережная, дом 7. Нижнекамский городской суд рассматривает дело 44-летнего Нижнекамса. Мужчину обвиняют по трем статьям. Это кража из магазина, приобретение и хранение наркотиков, а также незаконный сбыт наркотических средств. Нижнекамца задержали в августе в ходе контрольной закупки. Мужчина находился в городе под подпиской о невыезде. Суд переносили уже дважды, поскольку обвиняемый ни разу не явился на процесс. Играм конец, теперь наркодилер объявлен в розыск. Его доставить в суд не представилось возможным. Он вывехал в другой город из рапорта следует и неизвестно, когда вернется. То есть у него подписка о невыезде, избранного отношения его. Таким образом, со слов соседей он ее нарушил. И установить его местонахождение на сегодняшний день не представляется возможностью. С этим я прошу принять решение обвиняемого розыск. Три человека погибли в огне, 16 пострадали. Всего в нашем районе произошло 144 пожара. Основная причина возгорания человеческий фактор. Такова статистика за 2017 год. Показатели ниже, чем в прошлом году, это радует. Однако проблем в сфере пожарной безопасности все же хватает. Например, датчики дыма есть далеко не во всех домах. Об этом сегодня на планерке руководителей сказал мэр города Айдар Медшин. Безопасность людей должна быть на первом месте. Кроме того, необходимо расширение пожарной части. В первую очередь, нам необходимо продвигаться решение вопроса, связанного со строительством на территории города нового пожарного депо для новых жилых микрорайонов, которые сейчас активно застраиваются. Новые микрорайоны нашего города расположены на значительном состоянии существующих пожарных частей, и нам необходимо обеспечивать их нормативные реагирования. Три новых назначения сегодня на планерке в администрации рассказали о кадровых перестановках. Зам руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям назначен Радик Шайдулин. На эту службу он пришел с завода технического углерода. Ранее занимавший этот пост Вячеслав Лазарев будет обеспечивать экономическую безопасность на Нижнекамск-Нефтехиме. В структуре Совета Нижнекамского района тоже изменения. На должность управляющего делами Совета назначен Артур Сафин. В его компетенции будут находиться вопросы организационного, информационно-технического и хозяйственного обеспечения администрации района. Последние 7 лет он был помощником министра здравоохранения республики. Алина Менгалеева назначена руководителем управления земельных и имущественных отношений Нижнекамского муниципального района. Дырки, подушки разного цвета, разваливающаяся конструкция. В нашу редакцию обратилась телезрительница. Она не может вернуть деньги за новый диван, который развалился у нее на глазах. Регина Сулейманова попыталась разобраться в ситуации. Этот диван проваливается. Вот видите, а тут две упоры есть. Вот тут вот и тут. А тут ни одной нету внизу. Недолго Анфиса Шерифулина радовалась обновке. Новый диван, который она приобрела месяц назад, начал разваливаться прямо на ее глазах. Вот отошло дно. А тут один раз ее, как внучка нашла жить, это хотел, разложила, вот оторвалась, вот материал тут. Спустя пару недель хозяйка начала замечать недостатки. На мебели появились дырки, подушки отличались цветом от самого дивана, да и оказался он слишком мягким. Женщина заметила бы это и раньше, если бы выбирала мебель в магазине. Мы решили отправиться в магазин, однако руководство на месте не застали. Сотрудники об этом инциденте не знают. Говорят, что раньше жалоб на мебель не было. На каждый товар продавец устанавливает свой срок гарантии. Его Анфиса Шерифулина уже просрочила. Но даже в этом случае расстраиваться не стоит. Вернуть деньги за некачественный товар можно в течение двух лет. Правда, придется побегать по судам. Необходимо провести экспертизу, независимую экспертизу у независимого эксперта для того, чтобы выяснить, на что за дефект, заводской ли это дефект, или это дефект, который появился в процессе неправильной эксплуатации. И на основании этих документов потом уже обращаться в суд. Если независимый эксперт поможет определить, почему возникли дефекты, то сотрудники Роспотребнадзора могут выступить в качестве вашей судебной защиты. И, как показывает практика, чаще всего Фемида оказывается на стороне истца. Но для начала лучше разобраться по-хорошему, без судебных тяжб. Прийти в магазин и оформить письменное заявление о возврате. И стоит помнить, делать все нужно как можно быстрее. Регина Сулейманова, Максим Липин, Новости НТР. Об этой теме нам сообщили телезрители. Если у вас тоже есть важная или интересная информация, то можете сообщать о ней по телефону 40 07 70. Пишите на наш сайт, его адрес с НТР Дефис 24.ру или же посредством мессенджера Ватсап, его номер 8 917 93 73 077. Уникальную технику испанской школы кинезиологии используют в детско-градской больнице. Психолог, который, кстати, принимает детей по обычному медполису, таким образом избавляет маленьких пациентов от многих заболеваний. Ведь фраза о том, что все болезни от нервов недалека от истины. Притом, часто проблемы у детей появляются из-за неправильного поведения взрослых. О том, как правильно выстраивать детско-родительские отношения в нашем следующем сюжете. Это похоже на увлекательную игру. Маленький пациент переставляет фигурки в сказочном городе, а психолог понимает, есть ли у малыша проблемы. Вот так выглядит совершенно бесплатный прием медицинского психолога в детской городской больнице. Одним помогает обычная беседа, другим положен курс лечения. Татьяна Хисматулина, единственная в Нижнекамске, владеет приемами испанской школы кинезиологии, техника «Резет». Это мощная перезагрузка снятия блоков с мозговых долей, которая помогает наладить в том числе и родительско-детские отношения. Есть очень хорошая техника, которая вообще позволяет наладить отношения детско-родительские. Это когда мама находит время, ребенок просто садится на диван, а мама просто ставит ему руки по голове. Честно. Прямо так стерпит. Кроме того, техника «Резет» лечится НРС, нейродермит, синдром дефицита внимания и гиперактивности. И практически все приемы заканчиваются объятиями, которых так не хватает многим современным деткам, притом не только материнских, но и крепких отцовских. Очень часто папы спрашивают, как я подойду такого лба обниму. Да очень просто. Этот лоб, он только кажется, что он взрослый большой мальчик. Внутри-то у него сидит маленький мальчик, ребенок, который хочет еще залезть на ручки, обниматься с папой. Вот объятия отцов, они очень важны. Потому что мама – это мама, мама – это всегда, это тепло, уют, это комфорт. А папа – это что-то такое недосягаемое, это высокое. И когда папа обнимает и спускается до уровня ребенка, это необъяснимое ощущение. Еще один совет от психолога. Ребенка нужно любить и принимать таким, какой он есть. Тогда в семье будет доверие, и сын или дочь не будут искать утешения в наркотиках или других вредных привычках. Притом основы закладываются уже в дошкольном возрасте. Не делайте из ребенка кумира. Не делайте из него царя и бога совсем. То есть ребенок должен иметь какую-то ответственность в семье, какие-то должен выполнять посильные поручения в семье. Элементарно чашки убрать со стола. Что касается школьников, то здесь главное с наказаниями не переборщить. Ругать ребенка можно, но не за то, что он какой-то не такой, а за конкретные проступки. И хвалить в семь раз чаще, чем критиковать. А к двойкам относиться спокойнее. За пятерку что говорят? Молодец. Иди кушать. Или что-то еще. А за двойку что происходит? Ремень. Это даже не ремень. Это минут 10, 15. За что? Почему? Как так произошло? Почему у тебя... Почему Вася смог, ты не смог? Почему ты не выучил? Почему ты не сделал? И вот эта вот гора почему на ребенка сваливается? Потому пятеркам даже по рисованию и физкультуре нужно уделять гораздо больше внимания, чем двойкам. Евгения Корбакова, Максим Липин. Новости НТР. Минута молчания и слова благодарности. 9 декабря Россия отметила День Героев Отечества. В Нижнекамске этот праздник прошел в стенах 14-го лицея. Почему именно там и знают ли лицеисты героев-земляков расскажет Наталья Лушникова. Четкие команды, строевой шаг, барабанная дробь. Сменились минутой молчания. Плечом к плечу лицеисты и ветераны. Именно после таких встреч появляется надежда. Молодежь о героях не забудет. Работаю в призывной комиссии военно-военном комиссиаре. Я частенько спрашиваю, а сколько у нас героев Советского Союза, уроженцев Нижнекамской земли? Не все знают. Говорят, ну назовите мне улицу в честь наших героев, которые названы были. Тоже не каждый знает. А это надо знать. Это наша с вами история. Стоит отметить, что именно 14-й лицей стоял у истоков этого праздника в Нижнекамске. День героев Отечества здесь отмечают с 2007 года. И каждый раз почетными гостями становятся герои Нижнекамской земли. А история знакомства с ними бережно хранится в школьной летописи. Не только в летописи, но и в памяти лицеистов. В знании героев-земляков ребята могут дать фору многим ровесникам. Гайнулина, Кайманов, Баладорин, Павлов, Давыдов. Ты много знаешь. Скажи, пожалуйста, для тебя вот эти люди, кто они? Это люди, на которых хочется равняться, на которых хочется быть похожим, так как это пример, который настоящий. Мавлеев, Малышева, Белоусов. Для меня герои – это как наша жизнь. Они подарили нам жизнь, кто-то строил наш город. Переостроители – это тоже очень нужные люди, которых мы должны помнить. Королев, Лемаева, Ахмадеев. Скажи, пожалуйста, эти люди для тебя просто фамилии или они что-то большее значат? Ну, поскольку это наши уроженцы, нижнекамцы, они строили Нижнекамск, это наша история. Без них все бы пошло совершенно по-другому. Они наши герои. Танцы, проникновенные песни, подарки, слова признательности и преклонения перед боевым и трудовым подвигом – все для них, героев Нижнекамска. Сынные женщины, Боже, на ночи, если все с ними видно, чтобы ничего не значило. Но чувствуется, ведь выход на сцену, стихотворение или танец. Все было пронизано любовью, патриотизмом. Замечательный праздник. Надо по части собирать. И обязательно много разговаривать правду войны. И помнить свои герои в главу. Страна, да, надо помнить героев. Наталья Лушникова, Максим Липин, новости НТР. Акция НТР «Стань Дедом Морозом» набирает обороты. К ней уже присоединились десятки неравнодушных нижнекамцев. Так, ученики третьего Б-класса второй татарской гимназии имени Бакюр-Манче наведались в нашу редакцию с подарками. Среди них сладости и игрушки. К слову, это учебное заведение в благотворительной акции участвует уже не первый год. Чтобы им тоже было весело и Новый год приносил чудеса. Чтобы они тоже почувствовали и верили в Новый год. Думали, что Дед Мороз правда существует. Я считаю, что все дети должны иметь родителей и всем должны дарить подарки. И поэтому мы всем классом пришли и подарили им подарки. Я хотел, чтобы все дети тоже могли радоваться, чтобы у них было свое счастье. Но есть дети, которые родители отказались от них. И мы все решили их поддержать, чтобы они тоже могли радоваться своей судьбе. В роли добрых волшебников побывали и сотрудники ГИБДД Нижнекамска. Для детей они принесли не только вкусные, но и полезные подарки. С цвета отражающие ленточки, книжки с правилами дорожного движения, раскраски, карандаши. Все, чтобы дети не забывали о своей безопасности. Тем более, что впереди у ребятишек долгожданные новогодние каникулы. Отдел ГИБДД по Нижнекамскому району присоединяется к традиционной акции «Стань Дедом Морозом». Мы всех поздравляем с наступающим Новым Годом. Хотели бы пожелать нашим юным Нижнекамсам счастья, здоровья и безопасных дорог. К благотворительной акции можете присоединиться и вы. Мы ждем вас с подарками для детей по адресу химиков 64А. Накануне Нового Года наш Дед Мороз подарит их тем, кто нуждается в них сильнее всего. А фотографии волшебников, уже поучаствовавших в акции, можно посмотреть на сайте ntrdefis24.ru. Там же можно ознакомиться с условиями участия. Оружием для дуэли стали шутки. В Нижнекамске после перерыва вновь прошел КВН. И эта игра была особенной. Команды боролись сразу за два приза. Куб главы и кубок дружбы. Наш корреспондент узнал от победителей их секреты, как зажечь зал и чем покорить жюри. Жарко на сцене, жарко в зале. И так с первых минут игры. Десять команд, три из набережных челнов. На сцене как ветераны КВНовского цеха, так и те, кто в самом начале карьеры. Вместе они должны были доказать, КВН в Нижнекамске не умер. Я тоже думал, где же КВН, где же он вообще находится. И буквально за два месяца мы провели школу КВН с ребятами из СУЗов и ВУЗов. Собрали, у нас из Нижнекамска выступает семь команд. Мы пригласили иногородних. И впервые в кубке главе, в рамках кубки главы у нас будет проходить кубок дружбы. Ну, во-первых, это Владимир. А во-вторых, он выиграл олимпиаду по татарскому языку. Это что получается? Татарский в жизни пригодился. Шутка на злобу дня от команды ЮСити моментально взорвала зал. И таких острот в этот вечер хватало. Как хватало у команды запоминающихся визитных карточек. Тех, что помогают им зажечь зал и покорить жюри. Секретной информацией КВНщики поделились за кулисами. Фишка нашей команды это наш конферансье, который играет в бальника. Раньше он занимался бальными танцами 11 лет, поэтому мы его используем. Фишка нашей команды это эпоха. И она нравится всем нашим зрителям. По бургеру съедаем уж перед... На самом деле... Я бегаю. На самом деле мы всякие кричалки кричим. Через тернику к звездам. Все команды так или иначе пытались зацепить зал хореографии. Вариантов направления и телодвижения было предостаточно. Но все же при акции зрителей было ясно. Перетанцевать челнинских толстячков невозможно. Артур, это что был? Так что танец живота? Стас, у нас любой танец это танец живота. Миниатюры веселых и находчивых заставляли зал смеяться до слез. Но в каждой игре должен быть победитель. После долгих прений жюри решила первое место дать команде проспект химиков. Второе – Юсити третье – экстрим подачи. Кубок дружбы взяли толстячки. Ну а главный приз игры Кубок главы остался в Нижнекамске. Общее мнение судейских коллеги мы решили наградить Кубком главы 2017 года команду «Три метра»! Это были неожиданные вообще, неожиданно последние недели наши рестарарные до конца это просто выигрыш это непередимая эмоции. Серьезно. Просто пытаются так сказать, что очень много эмоций и просто невозможно их удержать. Давайте покричим, давайте, ребята. Урау! Шутки зашли. Нижнекамский КВН может праздновать второе рождение. Так оценили игру нижнекамцы. Игра очень замечательная была. Мне понравилась. Вся публика смеялась. В общем, все ништяк. Такой драйв, заряд эмоций. Вот сейчас вечер, а я такая бодрая, потому что я пришла с КВН. Мне понравилось все. Все, что здесь было, происходило. Надо почаще, конечно, вот такие делать, я бы сказал, подарки. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР. Далее вас ждут информации рекламного характера и новости спорта от Кирилла Довкаева. На этом моя часть выпуска завершена. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или посредством мессенджера WhatsApp. Его номер 8 917 93 73 077. А также пишите нам на сайт НТР НТР Дефис24.ру До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта. Москвичи продинамили нижнекамцев подробности матча и тихий миг Динамо. Все флаги будут в гости к нам. В Нижнекамске завершился международный турнир по борьбе на боясах. Об этом и не только сразу после рекламы. Субтитры делал DimaTorzok в автошколе «Автолидер». Переживаете за безопасность? Охранная фирма «Эгиды» предлагает услуги. Пультовая охрана магазинов, офисов, ресторанов и кафе от полутора тысяч рублей. А также физическая охрана объектов. Наш телефон 30 21 32. «Эгиды» доверьте вашу безопасность профессионалам. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32 33 53. В Нижнекамск встречай всероссийскую ярмарку! Лучшие товары со всей России! Вкуснейшие продукты! С 13 по 17 декабря шатер у гипермаркета «Лента» Листая 14. Кулинарные ножи и чудо-овощерезки в помощь каждой хозяйке. Легко и быстро нашинкуют капусту, чистят овощи, режут тонко, чипсами, соломкой. Спешите до 17 декабря приобрести на всероссийской ярмарке у гипермаркета «Лента». Финал распродажи года в ювелир-центре. Цепи, браслеты, кольца и серьги всего от 490 рублей. Золотые украшения от 1 990 рублей за грамм. Только до 17 декабря. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. О хоккее. Завершение домашней серии нашего нефтехимика выдалось неудачным. Если Минска «Динамо» наш парень смогли одолеть, то вот представителями московского «Динамо» поймать фортуну не удалось. Команды в этом сезоне уже встречались в октябре. Столичные хоккеисты на домашнем льду потерпели поражение со счетом 3-4, потому стоило ожидать, что они всеми силами постараются взять реванш в гостях. На игру хоккеисты «Динамо» вышли свежее. К середине игрового отрезка, имея численное преимущество, нефтехимик все же смог отличиться. Галимов с передач Густавсона и Секстона открыл счет встречи. Но не прошло и пяти минут, как гостям удалось сравнять цифры на табло. Во втором периоде нефтехимик имел немало голевых моментов, но от своей возможности смогли реализовать все-таки джинсовые. На 16-й минуте «Динамо» повело в счете. Самым драматичным выдался третий период. Трехкратное превосходство по броскам, забитые шайбы нефтехимик перевести не смог. Как итог, 1-2 победа «Динамо». Хороший матч. Тяжелый, трудовой. Я рад, что сегодня наряду была команда, знаете, мужиков. Готовились к игре, тщательно разбирали соперника, знали, что играем одним из лидеров в Восточной конференции с очень хорошей командой. Старались. Да, где-то нас подводят, не нужно удаление, но все равно благодарят ребятам, что выставили и выиграли эту игру. Спасибо. Ребятам благодарен на то, что старались. Много не получалось. Такие игры будут случаться, потому что противник тоже старается. Где-то, наверное, сказалось, что выходные уже не за горами. Но все равно это не отговорка. Но опять же, благодарят, старались. До конца бились, держали игру, могли, наверное, даже совнять. Проиграли. Теперь о молодежке дружина Касаткина завершила домашнюю серию. Результаты игр, как и эмоции, полярные. Да и соперник попался не из легких. Играли с уфимским толпаром. 2-4. Поражение с таким счетом наши болельщики явно не ожидали, тем более на своей арене. Но историю не перепишешь, как есть, так есть. Забить шайбы в первой игре наши парни смогли только на старт с первого периода и под занавес с заключительным игрового отрезка. Как водится, во второй встрече команд надо было брать реванш. И это у наших парней получилось. Уже под занавес второй минуты на табло красовалось 2-0 в пользу нижнекамцев. Во втором периоде уфимцы смогли одну шайбу отыграть, но надолго запала не хватило. А вот реактор свое доминирование продолжил. К перерыву нижнекамцы ввели 5-1. Гости в заключительной 20-ти минутке попытались спасти свое положение. Отчасти это удалось, отыграли две шайбы. Но на больший этого парня не хватило. 5-3 победа реактора. Ну а теперь о борьбе. Восьмой раз в Нижнекамск съехали спортсмены со всей России и ближнего зарубежья. Поводом для этого стал турнир по борьбе на поясах в памяти именитого и титулованного спортсмена Шамиля Садриева. Более 200 спортсменов в этот раз съехали с Нижнекамска из самых разных уголков России. Традиционный садрийский турнир за время своего существования обрел известность далеко за пределами Нижнекамска. Отбороться на таком турнире престижно. Статус мероприятия подчеркивали высокие гости. Ну и конечно же самыми главными из них были родственники Шамиля Садриева. В первую очередь турнир для нас это память. Нам очень приятно, что Шамиля помнят. Друзья и коллеги периодически созваниваемся мы с ними. Встречаемся тоже. У нас никогда не было такого, что вот его не стало и его все нет. Он всегда с нами и мы с сыном периодически разговариваем. Он периодически задает у меня вопросы каким он был. То есть каждым годом взрослее он интересуется этим. Потому что два месяца было, когда я его не стала. Вы знаете, я знаю, что его нет, но я каждый день вот с ним у меня в зале вся стена усыпана вот этими фотографиями. Каждый день плачу. Это, если честно, вот клянусь. Но не хочу отпускать. Конкуренция на турнире растет с каждым годом. Примечательно, что параллельно на двух коврах боролись юноши и девушки. Среди участников были неоднократные призеры республиканских и всероссийских турниров. Один из таких призер российского чемпионата Рамзель Абдулин. Приходит тяжело. Все хорошо подготовились. Очень тяжело бороться. В этом году план победить. А в прошлом году я проиграл в полуфинале. Поэтому в этом году хочется взять первое место. В турнире принимали участие юноши и девушки 14-17 лет. Девушки состязались в семи весовых категориях, юноши в десяти. В первый соревновательный день представительницы прекрасного пола провели предварительные поединки. Сразу после приступили к выявлению победителей призеров уже в финалах. В итоге татарстанцы взяли 13 медалей различного достоинства. К сожалению, нижнекамцев среди них нет. Продолжился турнир вторым днем. Уже здесь нижнекамцы отличились. У наших парней по итогам финальных поединков четыре серебра. Завершим легкой атлетикой. Наши спортсмены достойно выступили в Елабуге. Сегодня там завершилось первенство Татарстана. В первый день соревнований отличился кандидат мастера спорта Семен Монаков. На корону для себя дистанция 60 метров с барьерами спортсмен пересек финишную черту первым и стал обладателем золотой медали первенства. В беговых и технических дисциплинах воспитанники с дюшерных техимик завивали 9 медалей. Золото удостоился Антон Бутианов на дистанциях 3000 метров и 2000 метров с препятствиями. Также в копилке представители нити химика 2 серебра и 5 бронзовых наград. У шинников урожай заметно больше. 36 медалей, 12 из которых золотого достоинства. Также легкоатлеты этой школы взяли 8 серебряных наград и 16 бронзовых. Первенство республики собрало порядка 400 спортсменов из Казани, набережных Челнов, Нижнеканск и других городов Товстана, а также представителей Туймазов из Башкирии. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды на предстоящую неделю. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0 7 70, а также посредством с сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды НКВД. В НКВД проводится диагностика и лечение грибкового заболевания ногтей, стоп и кистей. Также лечебная обработка ногтевых поверхностей. Запись по телефону 43 89 99. Доверяйте профессионалам в НКВД. 12 декабря в Нижнекамске будет пасмурно, возможен снег. Температура воздуха минус 3 градуса. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. К выходным в Нижнекамске снова похолодает. Какой в этом году будет зима, можно судить по народным приметам, с которыми вас познакомят наши юные нижнекамцы. Спонсор рубрики НКВД. Если зимой и дулы, ветви и иней не было, будет буран. Если в морозной реке вода выступила на лед, то будет дождь или большая оттепель. Дым из трубы слетелся до земли без ветра к снегу. Если декабрь выдался снежный и холодный, то лозай будет холосом. Если в начале зимы будет много снега, значит, в начале лета будет много дождей. Ни одна таблетка не заменит массаж. Но массаж может заменить таблетки авиценно. А может, не авиценно? Главное профессионализм. Профессиональный массаж для красоты и здоровья. Классический ручной и корректирующий аппаратный в НКВД. Телефон 43-89-99. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова